Всем привет! Меня зовут Алексей. В данный момент работаю недалеко от своего дома, по соседству. Хотел показать, какой предстоит фронт работ мне, что я уже сделал, ну и попросить несколько советов у вас. Кто помнит, вот я делал печку, облицовывал ее плиткой. Здесь я выровнял потолок. Потолок выровнял гипсокартоном. Борьба здесь была за каждый сантиметр, так как высота до потолка от пола 2,30 всего лишь. Поэтому пришлось гипсокартон крепить где-то на профилях, где-то просто на клей, на Perlfix. В общем, с этой задачей я справился. Потолок уже пошпаклевал. Вот осталось вот эти вот видно на потолке пятна. Это я подмазал немножко, затереть, еще раз прогрунтовать и все. Можно будет красить, клеить багеты. Стены тоже я повыравнивал. Равнял стартовой шпаклевкой. Это вот прихожая. Лестница на второй этаж. Здесь в проеме будет арочка, а вот тут вот в комнату, тут перепад в метр. Здесь надо что-то думать со ступенями, так как здесь будет площадочка вот тут вот. Вот так вот. Вот здесь вот изначально планировалась лестница на второй этаж. Потом хозяева решили сделать тут гардеробную. То есть привыкли они уже подниматься по этой лестнице. Сделал здесь пол. Сам процесс, как я делал, я не снимал на видео, так как плотник я на уровне любителя. Но конструкция получилась в принципе надежная. Снизу подошьется все гипсокартоном. Будет, думаю, неплохо. Внутри все обошьется листами ОСБ. Саму площадку я вот эту выводил на уровень этого пола. Здесь будет, вот здесь будет стоять дверь. Здесь будет небольшая площадка. И вот с этой площадки нужно будет ступени сделать, чтобы они ввели вот сюда вот в гараж. Ну и, соответственно, сюда в комнату. Профиля все снимал на вот этой стене. Было вот так вот. Я не знаю, чудили, что-то такое хлипенькое. В общем, пришлось немножко переделать. Понятное дело, что в идеале надо было сделать, конечно, вертикально поставить все профиля. Ну, в общем, из-за того, что было, сделал каркас. Каркас довольно-таки уже надежный. По поводу вот этого перестенка тоже стоят, стояли столбы. Решили уже не с профиля продолжать, а взяли балки 50 на 100. То есть брус 50 на 100 взяли. И решили сделать конструкцию деревянную. Еще подобавляю я вот такие перемычки. Свяжу это все до кучи, чтобы достаточно жесткая конструкция была. Ну и все будет зашиваться гипсокартоном. Деревянный каркас дольше делать, чем с профилей, ну ничего страшного. Так, хотел попросить у зрителей совета по поводу потолка. Потолок прогибается прилично, потому что здесь кинули брус 120. Это маловато. Я бы, допустим, кинул бы 150 как минимум, а то бы и 200. Ну, уже ничего не попишешь. Что имеем, то имеем. В общем, когда по второму этажу ходят, люстра, блин, гуляет, как будто землетрясение. Вот как убрать этот шат? Не знаю, есть такие варианты. Либо уголками вот эти перемычки, вот эти перемычки, все уголками сшить с балками, чтобы более жесткая была конструкция, чтобы это было как одно целое. Либо поперек балок кинуть доски, чтобы они шли именно там, где проходят вот эти перемычки. и связать балки с перемычками, ну, полностью вот везде. Не знаю, поможет это или нет. Напишите, пожалуйста, по кругу будем делать короб из гипсокартона, в середине натяжной потолок. Вот тут в углу буду делать печку. Печь, скорее всего, будет угловая, с большой стеклянной дверцей, скорее всего. Вот такой вот у меня фронт работ. Вот.